Из многих видов налогов, которые человек платит в казну государства, налог на недвижимость и землю – один из основных. Ежегодно он предполагает небольшие суммы, но уплатить их нужно, а главное – расчет произвести в срок. Исчисление имущественных налогов для физических лиц производится налоговыми органами по месту нахождения объекта недвижимости. Налог на недвижимость уплачивают те хозяева, у кого в собственности здания и сооружения, включая жилые дома, садовые домики, дачи, в том числе и с незавершенным строительством. А вот те, кто владеет двумя и более квартирами, налог на недвижимость платят лишь по одной из них, предварительно написав заявление в контролирующий орган на освобождение от уплаты за второй объект. Однако есть категория граждан, имеющих право на освобождение от обложения налогом на недвижимость и от платы за землю. При уплате налога на землю и налога на недвижимость существуют ульготы. Воспользоваться этими льготами могут следующие граждане. Прежде всего, это пенсионеры по возрасту, инвалиды первой и второй группы, участники Великой Отечественной войны, многодетные семьи и так далее. В инспекции по Московскому району города Бреста на учете состоит свыше 30 тысяч физических лиц, у кого в собственности земля и недвижимость. Льготами при исчислении налога на недвижимость и налога на землю пользуются свыше 11 тысяч физических лиц. Напомним еще об одном нюансе. При уплате двух налогов у плательщика на руках должно быть две квитанции. Одна – подтверждающая расчет по земельному налогу, вторая – по налогу на недвижимость. За неисполнение налогового обязательства человеку начисляется пеня за каждый день просрочки. Помимо этого, законодательством предусмотрена и административная ответственность. Продолжение следует...